Девочки Даши Ох, гораздо лучше! Что бы я без тебя делал? Ну не знаю Даш, я сказала тренеру, что ты не придешь по уважительной причине. У тебя заболел папа А ты почему так долго полотенце кладешь? Сожжешь? Не сожгу. Бабушка сказала, что папе надо держать спину в тепле Но оказалось в доме нет грелки. Вот и обходимся подручными средствами Нагреваем утюгом полотенце Даш, а хочешь я грелку принесу? У нас по-моему есть Спасибо, Настя, не надо! Скоро бабушка приедет. Она и привезет грелку с мазью А еще она сказала, что надо записаться к этому, как его, нервопатологу Потому что самолечением заниматься нельзя, так и навредить себе можно А тебе бабушка сказала, что не надо было одному шкаф двигать, надо было дедю Петю позвать Даша, у нашей бабушки разговоры о врачах и болезнях любимый конек Здравствуй, Даша Здравствуйте, тетя Тань. Я неправильно произнесла какое-то слово, да? Да, дорогая, заходи, потолкуем Ой, а как же папа? Не беспокойся, я тебя надолго не задержу Хорошо Ты молодец, Дашенька, что заботишься о своем папе Но бабушка твоя все-таки права Самолечением заниматься не стоит Надо обратиться к врачу, к невропатологу Это специалист по невропатологии Тетя Тань, ну я не понимаю Бабушка сказала, что у папы в спине защемлен какой-то нерв Значит, я права Нервопатолог от слова нерв Дело в том, что слово нерв происходит от латинского слова nervus Что означает жила Так появились слова нервный, нервировать Но для других понятий, связанных с нервами Источником послужило другое слово Neuron, что на греческом языке означает тоже жила Так возникли слова невралгия, невроз и невропатолог Вот такая небольшая путаница появилась в русском языке Но я надеюсь, что мы с ней разобрались Да, тетя Тань, мне следовало говорить так Спасибо, Настя, не надо Скоро бабушка приедет Она и привезет грелку с мазью А еще она сказала, что надо записаться к этому, как его Невропатологу Потому что самолечением заниматься нельзя Молодец, Дашенька, и с нервами разобралась, и с невропатологом Тетя Тань, ну я еще кое-что не поняла Папа сказал, что у бабушки есть какой-то любимый конек Но вот я видела кошку Муську, собачку Тобика А никакого конька я не видела Где бы она его держала? На балконе? Сесть на любимого конька Это фразологизм, означающий разговаривать на излюбленную тему Вот как твоя бабушка О лекарствах, о врачах А возникло это выражение не так давно Где-то в середине 19 века И существует два предположения о его возникновении Первое, сесть на любимого конька Просто дословный перевод It is his hobby horse Это его любимая лошадь В Британии во все века с трепетом относились к конному спорту Так что появление этой фразы в английском языке Закономерно А вот как она попала к нам в Россию Неизвестно Поэтому существует еще одна гипотеза В русских дворянских семьях особое внимание уделялось поэзии Он оседлал пегаса Так он сказательно говорил о человеке, который начал писать стихи Пегас в мифологии Крылатый конь, вдохновляющий поэтов Выражение «оседлать пегаса» со временем превратилось в известного нам любимого конька Но повторяю, все это предположение Точно никто не знает, откуда появился этот фразеологизм Тетя Стань, а я знаю, какой у вас любимый конек Это русский язык, правда? Правда А теперь давай перенесемся на два часа назад Даш, сорок минут осталось Мы на тренировку опоздаем Ой, вправду опаздываем Пап, может мы как-нибудь сами на автобусе доберемся? Так, никаких сами и никаких автобусов Сейчас шкаф подвину и довезу вас с пятнадцатым Папочка, миленький, ты жив? Живой, вот только спина Ой Эх, Настя, наверное, езжай Я с папой останусь Позвоню бабушке, спрошу, чем ему можно помочь И вообще больных надо развлекать и угощать Я, наверное, ему почитаю золотой ключик И угощу кедровыми орешками в шоколаде Ммм, вкусные они Даша, может не надо в шоколаде Да и золотой ключик тоже не надо Ты ему лучше газеты или детектив почитай Наверное, Настя права Погорячила все золотым ключиком Наверное, взрослый не любит сказок и шоколад Главное, Дашенька, ты хотела помочь папе и порадовать его Твоя ошибка не в том, что ты выбрала не ту книжку и не то угощение А в чём? А в том, что вот лет сто назад, наверное, никто бы не обратил внимания Что ты сделала ударение на первый слог в прилагательном от слова «кедр» Но время идёт Русский язык стремится к упрощению И вот так со временем литературной нормой стала «кедровый», «кедровые», «кедровая» Запомнила? Не сложно? Что вы, тётя Таня? Совсем легко! Я уже запомнила Вот, смотрите И вообще, больных надо развлекать и угощать Я ему, наверное, золотой ключик почитаю И угощу кедровыми орешками в шоколаде Вкусные! Какая же ты умница, Дашенька И запомнила всё быстро Молодец! И сделала всё правильно Ну, а теперь нам пора прощаться У тебя много дел, у меня много дел Даш, ты что, уснула? Не слышишь, дверь звонят? Ой, ты, наверное, бабушка с грелкой Вот так и закончилась ещё одна грамотная история Но мы надолго не прощаемся Нас ждут новые встречи с девочкой Дашей, тётей Таней Правилами и загадками русского языка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова